добрый день дорогие друзья скажите пожалуйста как меня слышно и видно дайте пожалуйста обратную связь отлично ребята стоят плюсики значит меня и видно и слышно дорогие друзья сегодня на занятии мы с вами проведем вебинар на тему подробный разбор маркетинг плана turbo это новое партнерская программа в компании не работа и постараемся максимально подробно мельчайших прям в мельчайших подробностях разобрать все нюансы и ответить на все ваши вопросы но сейчас мы работаем по поводу вопросов по новой схеме она себя утвердила и принесла хорошие плоды мы сейчас отключаем чат для того чтобы ребята не отвлекались на него и слушали внимательный вебинар после чего когда пройдет презентация я отвечу на все ваши вопросы и будет отдельная рубрика вопрос-ответ так как практически все основные вопросы они озвучиваются посреди вебинара и потом в конце и в середине в чате люди спрашивают одни и те же вопросы и отвечать приходится и спикеру и модераторам чата поэтому друзья так как у нас все работает все прекрасно мы друг друга поприветствовали я через пару минут чат отключу и мы с вами начнем наше занятие хочу сказать сразу друзья что сегодня мы запустили конкурс репостов он есть в нашей официальной группе в социальной сети вконтакте где мы разыграем вход на пять уровней в партнерскую программу turbo 10 случайным пользователям которые определит рандомайзер рандомайзер это программа которая определяет случайные победители в конкурсе репостов и случайных чисел поэтому принимайте обязательно участие потому что люди выигрывают разыгрываем честно все происходит в онлайне и это реальный шанс получить активацию совершенно бесплатно если вы уже активировали партнерскую программу то вам эти денежные средства будут просто зачислены на баланс и вы сможете сделать с ними все что вы захотите хотите потратить на дополнительные до активации либо просто вывести а морал если у вас не слышно вебинара то просто перезадите в комнату про или перезагрузить телефон а я думаю что сейчас можно отключить чатик и начать презентацию так друзья сейчас часто включу и буду периодически объяснять почему я это сделал потому что партнеры будут добавляться все чатик мною убран и мы сейчас приступаем непосредственно к нашему занятию в самом начале мы с вами разберем такой момент как преимущество партнерской программы что мы не реализовали и зачем мы ее сделали у партнерской программы есть две основные цели первая цель это дать возможность тем партнерам которые сейчас работают в партнерских программах basic и прогрессив возможность продвинуться за счет новых клонов в эти партнерские программы то есть цель толкателя предыдущих партнерских программ и вторая цель она более глобально это реализовать новый программный продукт дать новым и старым партнером одновременно заработать на партнерской программе и продвигать реализовывать дальнейшие планы по развитию самой компании не работа а теперь мы с вами перейдем непосредственно к преимуществам мы выделили определенный ряд преимуществ их у нас восемь которые непосредственно отличают нашу партнерскую программу от многих других первое это реализация масштабной цели компании и открытие фриланс биржи привязанной к новой партнерской программе скажу сразу что фриланс биржа это не биржа по продаже внутрянки это не биржа по торговле криптовалютой фриланс биржа это будет отдельный раздел на сайте в котором будут размещаться заказчиками задания различные например что-то выполнить нарисовать какую-то картинку кто-то может написать сайт кто-то может допустим текст красиво написать кто-то может стишок кто-то может сделать видеозапись отредактировать и так далее то есть если нужны услуги каких-либо людей на удаленном доступе то есть чтобы не обращаться в какие-то организации человек может разместить задание допустим я снял ролик у меня нет времени его редактировать я могу разместить задание отредактировать ролик мне нужна картинка допустим я понимаю что у меня много вопросов среди партнеров и мне проще это задание делегировать на кого-то другого заплатить человеку денежку и он мне сделает эту картинку чем я допустим там полчаса времени буду тратить на ее изготовление и так далее то есть вариантов по поводу предоставляемых заданий их очень очень много и как раз это и есть программный продукт непосредственно по тарифному плану turbo активация в тарифном плане turbo это ежемесячная составляет 200 рублей один раз в месяц один раз в месяц 200 рублей и как раз за эти 200 рублей будет даваться доступ к этой фриланс бирже поэтому те партнеры которые допустим что-то могут делать в интернете но не хотят зарабатывать именно в сетевом маркетинге или может быть просто не получается потому что не всем давно быть художниками не всем давно быть программистами не всем давно быть ораторами также и не всем давно быть сетевиками но я знаю прекрасные примеры людей которые не смогли себя реализовать как сетевики но допустим они очень хорошо владеют программами по 3d дизайну и смогут реализовать свои возможности потребности непосредственно на нашей фриланс бирже то есть мы тем самым дадим людям возможность альтернативного заработка который напрямую отличается от партнерской программы далее маркетинг разработан с учетом пожеланий всех партнеров нашей компании течение всего года люди периодически писали всевозможные свои предложения можно ли сделать допустим живую очередь можно сделать партнерскую программу на несколько уровней потому что партнеры обращаются из глубины за помощью помочь хочется но денежных средств не хватает поэтому как бы куратор получает реферальные не каждый куратор своим партнером помогает они обращаются к вышестоящим вышестоящим просто не хватает средств на всех и так далее то есть просьба предложений было очень очень много поэтому все это было объединено и сделано уникальный на мой взгляд программа turbo с которой мы сегодня с вами познакомимся плюс есть определенные доработки из пожеланий которые вы ближайшее время увидите допустим партнеры просили выделить третью линию рефералов люди просили выделить черным цветом партнеров у которых есть задолженности в структуре чтобы можно было искать цепочки непосредственно к задолжникам чтобы выходили просрочки то есть просьб было очень много и они были реализованы и вот третий пункт это как раз одна из просьб которые приходили это полностью бинарный маркетинг мы поняли из своего опыта что тренар он в некотором роде замедляет движение и цепочки или как некоторые люди называют их каскадами уже тяжелее пускать потому что они часто тормозятся в десятом уровне у меня например неоднократно была возможность пустить цепочку и в десятом уровне она заканчивалась на втором месте в тренаре а если не было тренара и десятый уровень был бы двухместный то она бы шла дальше 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 вплоть до последнего вот поэтому для более быстрого прохождения и для более простой работы весь маркетинг он бинарный то есть под вами всего два человека больше никаких тренаров то есть это самая маленькая 2 разновидность матричной структуры меньше бинара просто нет ничего поэтому это показывает простоту использования и работы над предыдущими маркетингами мы развиваемся мы наблюдаем за работой партнером выявляем недостатки определенные и уже в дальнейших маркетингах реализуем их чтобы вам было проще и интереснее работать далее гибридный маркетинг гибридный маркетинг это вообще наша особенность потому что до этого гибридных маркетингов я лично не встречал удаста мнение людей разделились кто-то просил что написал что сделайте пожалуйста вじゃあ очередь но в вашей очереди свои минусы и плюсы кто то писал что сделайте пожалуйста структуру в структуре есть тоже своим минусы и плюсы то есть жизнь очередь в чем основной минус той же очередь многие приходят за пассивом но кто то должен же приглашать живая очередь должна же двигаться, поэтому живая очередь в своем идеальном формате, просто живой очереди, не у всех получается ее реализовать, она очень часто быстро останавливается. В структуре есть свой минус, то есть если уровней много, а не только структура, то есть люди, которым тяжеловато продвигаться по высоким уровням. Поэтому, чтобы обеспечить и взять, так сказать, исключительно плюсы из живой очереди и из структуры, мы сделали гибридный маркетинг и вот так вот просто их объединили. До восьмого уровня у нас структурный бинар, бинар без единого тренара, и далее у нас идет живая очередь. Что это нам обеспечивает? То есть когда у нас идет первые восемь уровней структуры, в восьми уровнях их пройти несложно, бинарных, без тренара. То есть сложности обычно возникают у партнеров в одиннадцатом, в двенадцатом, у кого-то в четырнадцатом уровне. Но в восемь уровней обычно все проходят на ура. И вот как раз все проходят на ура и попадают уже дальше с девятого уровня в живую очередь. И теперь уже не нужно бояться высоких уровней, не нужно бояться того, что кто-то застрянет и не сможет дальше приглашать. Не нужно бояться, что ваша команда, например, перестанет работать через какое-то время. Потому что после девятого уровня начинается общее движение. Движение, которое зависит не только от вас или от тех пяти человек, которых вы пригласили. Это движение, которое зависит от общего движения команды и общего движения всей структуры компании. Когда мы работали в прогрессиве, под конец, допустим, года работы, у нас год работы был в сентябре, я встречал такую ситуацию, что по количеству активностей, по количеству регистраций мы прогрессировали. А многие люди говорят, у меня в команде уже никто не работает или у меня в команде люди хотят уже новый маркетинг, ушли в другую компанию. Но по самой компании рост активации регистрации увеличился. То есть динамика была положительная. Поэтому это натотло на ту мысль, что если все будут завязаны, то эта общая динамика, она поможет всем одновременно. То есть не будет тех, у кого движение остановилось, а у кого-то оно идет. Потому что они, допустим, зашли в компанию не так давно. В этом и есть плюс гибридного маркетинга. Но чтобы живая очередь двигалась и двигалась достаточно быстро, была вначале прикреплена структура. Структура – это один из двигателей живой очереди. То есть в живой очереди у нас будет два двигателя, как в самолете. Один двигатель – это маркетинговая структура. И второй двигатель – это будет ежемесячная активность по продлению продукта партнерской программы. Я думаю, этот момент получилось объяснить максимально полно. Потому что вопросов много, в чем плюсы, почему именно гибрид. И хотелось сегодня это рассказать максимально подробно. Переходим к следующему пункту. Пункт пятый. Большое количество бонусов в маркетинг партнерской программы Progressive, в том числе дальний уровень. То есть одна из функций маркетинга Turbo – это толкательная функция двигать тарифный план Progressive. Поэтому с Turbo, как мы с вами скоро увидим, будет очень много клонов непосредственно в программу Progressive. А программа Progressive, в свою очередь, будет толкать программу Basic. Тем самым вы можете работать только в программе Turbo и за счет клонов, выходящих в Progressive, а с Progressive в Basic, вытаскивать абсолютно все три маркетинга. И работая в Turbo, вы можете зарабатывать сразу в трех маркетингах одновременно. Это момент, который тоже надо понимать, потому что некоторые люди пишут в последнее время, что Павел, ведь осенило, оказывается, работая в Turbo я буду зарабатывать в трех маркетингах. Говорят, да, да, еще раз да. Это действительно так. Далее. Уровень, пункт шестой. Выплаты в каждом уровне. Мы реализовали выплатную систему абсолютно в каждом уровне. То есть мало того, что уровни бинарные, два человека и, как говорится, переход в следующий уровень, так еще выплаты в каждом уровне. Теперь не нужно ждать 2-3 уровня, пока вы с 5-го перейдете в выплатный в 8-й или пока вы с 10-го перейдете в 13-й. Выплаты в каждом уровне. Накопительных уровней уже нет. В Turbo нет накопительных уровней. Да, накопительные уровни дают накопление средств для хорошей выплаты. То есть, естественно, выплата в 5-м уровне прогрессива больше, чем в 5-м уровне Turbo. В 5-м уровне. Но зато в прогрессиве, пока мы идем в 5-м уровне, до 5-го уровня, мы получаем выплату только один раз. А в Turbo, пока мы идем до 5-го уровня, мы получаем в 1-м уровне выплату, во 2-м, в 3-м, в 4-м и в самом 5-м. Далее. Седьмой пункт – это трехуровневая партнерская программа реферальных вознаграждений. То есть, реферальные выдаются в 3 линии партнеров. Мы получаем реферальные вознаграждения, говоря просто более простым языком, скажу. Мы получаем вознаграждение от своих лично приглашенных, которых мы пригласили. Получаем реферальные вознаграждения от тех людей, которых пригласили наши люди. И получаем реферальные вознаграждения от тех людей, которых пригласили наши приглашенные. Что это нам дает? Это нам дает общую командную работу. С чем столкнулись, работая ранее? С тем, что бывает такое, кураторы не объясняют, не подсказывают. Кураторы уходят в другие компании. И рефералы остаются, рефералы идут к более вышестоящим, просят их помочь, а вышестоящим помочь тяжело, потому что они с них реферальные не получают, им своих партнеров нужно долгать и помогать. А тут еще пришли партнеры партнеров. Поэтому, чтобы все могли помогать всем и чтобы, так сказать, заработок каждого зависел в общем от команды, а и от командной работы, чтобы, так сказать, побудить к более внимательному общению, к обучению, чтобы вышестоящим партнерам было более выгодно обучать, вести и помогать нежестоящим, была введена трехуровневая партнерская программа. И восьмой пункт – это колоссальные выплаты по прохождению всего маркетинга. То есть вы увидите, что, проходя весь маркетинг, получая выплаты на каждом уровне, в сумме получаются очень и очень неплохие деньги. Итак, друзья, это я вам рассказал о преимуществах непосредственно партнерской программы Турбос тезисно. А теперь мы перейдем непосредственно к ее разбору. Партнерская программа Турбо начинается у нас с первого уровня. Стоимость активации первого уровня составляет 200 рублей. И ежемесячная активность будет 200 рублей. За нее выходит клон. То есть активность забрала у вас 200 рублей, она вам дала клон. Клон, который падает в вашу структуру. Часто задаваем вопрос, что мы получаем за активность. За активность получаем две вещи. Первое. Доступ к программному продукту, к бирже по фрилансу. Это раз. И второй момент. Это клон, который выпадает непосредственно в структуру. То есть деньги в воздух не уходят. Потому что вопрос задают часто, что мы за это получаем. Получаем клон и доступ к программному продукту. Далее, друзья. Как только под вас становится первый вставший, вы получаете выплату. 20 рублей. Это с первого уровня. Далее, в каждом уровне выплаты прогрессивно становятся больше, больше и больше. Как только под вас становится второй человек, у вас закрывается первый уровень, и вы переходите во второй. Во втором уровне, как только под вас становится первый вставший, первый вставший, это может быть любой человек. Также отвечаю на вопрос. Сегодня было много вопросов, кто может быть такой, этот некий первый вставший. Этот некий первый вставший, это может быть чей-то клон, это может быть чей-то приглашенный, это может быть ваш приглашенный. И к вам может прилететь ваш же клон. То есть вы можете как сами пригласить человека, так же можете получить и перелив. Встречный вопрос. От кого можно получить перелив? От любого человека, который находится выше вас в структуре. То есть кто-то от меня получает переливов, кто-то получает переливов от админского аккаунта, который надо мной, кто-то получает переливы от моей первой линии, а кто-то получает переливы непосредственно от своих только кураторов. Поэтому переливы могут прилететь от кого угодно, то есть вы открываете структуру, у нас структура просматривается вверх. Вот кого вы над собой видите в этом уровне, от того человека у вас может прилететь перелив. Далее, как только становится у вас во втором уровне второй человек, у вас закрывается полностью второй уровень, и вы переходите в уровень три. И в третьем уровне также с первого вставшего у вас выплата 80 рублей, и со второго вставшего человека у вас переход в четвертый уровень. Первые четыре уровня, они простые и понятные. В четвертом уровне выплата уже составляет 140 рублей с первого вставшего. А со второго вставшего под вас четвертый уровень закрывается. И далее начинается одна из основных фишек данного маркетинга. Чем дальше, тем у нас интереснее. Вот такой у нас слайд подготовлен, достаточно смешной. Чтобы сконцентрировать ваше внимание на следующем моменте. Это основной момент, с которого возникает большее количество вопросов. Поэтому на нем старайтесь сейчас сконцентрироваться максимально внимательно. У нас с пятого уровня начинаются реферальные выплаты. Сразу три уровня. То есть, есть вы, есть люди, которых пригласили вы. Это ваши лично приглашенные. Это линии первого уровня. То есть, это первая линия ваших приглашенных. Те, которые пригласили вы, это первая линия. То есть, это не те, которые под вами в структуре, а те именно, которых вы пригласили. Потому что под вами в структуре могут быть и не только ваши приглашенные. Далее, рефералы второй линии. Это те люди, которых пригласили уже ваши рефералы. Вот ваш реферал, он пригласил двух человек. Это рефералы второй линии. Далее, есть рефералы третьей линии. Это те люди, вот они здесь указаны, которых пригласили. Рефералы ваших рефералов. Вот ваши рефералы, вот рефералы ваших рефералов, а вот приглашенные, приглашенных вашими приглашенными. Идем далее, к более подробному разбору. Сейчас поговорим, что такое реферальное вознаграждение и реферальный бонус. Сегодня этот вопрос стал тоже достаточно остро. Не все это понимают. Реферальные вознаграждения, это вознаграждения, которые получают пригласители, или как их называют еще спонсоры, от заработка своих рефералов они получают. Пригласитель, это тот человек, который вас, соответственно, пригласил, дал рекомендацию, дал партнерскую ссылку, вас привел в компанию. От этого он получает доход. Как правило, распределяется количество пригласителей, как правило, распределяется определенное количество денежных средств именно пригласителям. В общем, от дохода партнеров в процентном соотношении. Есть компании, где реферальные составляют 10%, есть компании, где реферальные составляют 15%, есть компании, где реферальные составляют и 30%. Вариантов развития очень и очень много реферальных вознаграждений. Реферальные или реферальный бонус – это вознаграждение человеку, который пригласил вас. Вас пригласили, провели труд определенный. За этот труд человек получает реферальное вознаграждение. Потому что сегодня определенный ряд пользователей задавали вопросы, почему не они сами получают реферальные. Потому что реферальные всегда, везде – это вознаграждение за труд, который был затрачен на приглашение партнеров. Поэтому реферальные всегда получают пригласители. В Турботарифе реализована линейка трех реферальных линий. То есть, как мы с вами уже говорили, здесь есть вы, ваши приглашенные, те люди, которых пригласили ваши приглашенные, и приглашенные от ваших приглашенных. То есть, мы получаем от трех линий наших рефералов. Зачем это сделано? Потому что есть такое понятие, как глубина структуры. Очень часто партнеры обращают внимание только на вот этих зеленых человечков, только на своих приглашенных. Дальше, когда уже с глубины человек обращается, вот она глубина. Человек обращается, говорит, пожалуйста, помогите нам, нам спонсоры не помогают. Мы хотим получить знания, либо у нас есть хорошие цепочки, помогите нам их реализовать. Как правило, тот самый вышестоящий, ему тяжело помочь структуре снизу, даже если он хочет, потому что у него есть своя первая линия. И он, как правило, из этих реферальных вознаграждений, которые он с первой линии получает, он и тратит на свою первую линию. И уже на глубину человеку денежных средств особо не остается для помощи. Помочь той же рекламой, например. Поэтому, для того, чтобы работала не такая система, что я работаю только с личными приглашенными, или мои лично приглашенные работают только со своими, а потом уже вот эта глубина, если у них какие-то вопросы есть, им уже мало помогают. Чтобы все помогали всем, чтобы глубина работала, чтобы вышестоящие обращали внимание на глубину, чтобы было выгодно обучать партнеров, чтобы было выгодно доводить их до результата, чтобы вот этому человеку, который сверху, было выгодно, чтобы вот этот человек, который снизу дошел до результата. Чтобы каждому было выгодно, чтобы каждый снизу смог заработать, смог завершить партнерскую программу и смог произвести движение, двинуться. Чтобы каждому было выгодно от каждого. И вот этому желтому от человека с третьей линии, и вот этому зеленому от человека с третьей линии. Поэтому взаимосвязанная трехуровневая партнерка сделана. Я думаю, этот вопрос понятен. В конце я еще раз, когда будет рубрика вопрос-ответ, этот вопрос задам, и мы с вами обсудим. То есть глобальная цель, говорю сразу для всех, это чтобы создать единую вот эту, единую командную работу. Чтобы люди не объединялись только со своими лично приглашенными. Чтобы команда была как одна большая группа лиц, работающая в сетевом маркетинге и имеющая общую цель заработка. И чтобы каждому было интересно, чтобы зарабатывал каждый. Я думаю, тут все понятно. Что такое реферальные мы поговорили, а теперь будет небольшой разбор, что такое реферальные линии. Первая линия, это ваши приглашенные. Это вот эти зеленые человечки. Пример. Меня зовут Павел, я пригласил Маргариту. Маргарита мой реферал первой линии, потому что я лично ее пригласил. Потом я пригласил, допустим, еще 100 человек. И вот эти 100 человек и Маргарита, 101 человек, это все рефералы первой линии. Почему первой? Потому что я лично их пригласил. Далее. Вторая линия приглашенных. Это приглашенные ваших приглашенных. То есть уже Маргарита пригласила, допустим, Романа. Еще 20 человек. Это все приглашенные моего реферала. Поэтому они считаются рефералами второй линии. То есть смотрите. Вот это я, желтенький, Павел. Зеленая это Маргарита. Она реферал первой линии. И вот уже вот этот человечек, это Роман, ее реферал. Это реферал второй линии. И вот далее, Роман, кого уже приглашает, вот это уже третья линия рефералов. И я буду иметь доход и с Маргариты, и с Романа, и, допустим, со Светланы, с реферала Романа. Поэтому мне будет интересно, чтобы и Роман зарабатывал, и Светлана зарабатывала, и Маргарита зарабатывала, и так далее. То есть вот основная цель трехуровневой партнерки. Чтобы мне было выгодно, чтобы вам было выгодно, чтобы Пете, Васе и так далее, чтобы каждому человеку, у кого есть рефералы, было выгодно, чтобы зарабатывали и продвигались более ниже стоящие. Мы часто думали, как заинтересовать вышестоящих, помогать ниже стоящим. И вот эта система, на наш взгляд, как раз решит данный вопрос. Так, я думаю, с реферальными разобрались, и можно приступать в дальнейшем к изучению маркетинга. Собирайте свои вопросы, в конце нашего сегодняшнего вебинара мы все обязательно подробно разберем. Итак, возвращаемся к разбору партнерской программы. После того, как мы закрыли четвертый уровень, у нас открывается пятый уровень. И здесь уже у нас с первого вставшего также выплата 280 рублей. Как только встал первый вставший человек, мы получаем сразу выплату. Далее, как только под нас встал второй человек, у нас уже идет и переход в следующий уровень, и со второго вставшего идет реферальное распределение. То есть, с рефералов первой линии мы получаем 130 рублей, с каждого в пятом уровне. С рефералов второй линии мы получаем 90 рублей, также с каждого. С рефералов третьей линии мы получаем 60 рублей. Сейчас перейдем к подробному разбору. Смотрите. Пример. Вот это я. Здесь Маргарита. С Маргариты, как только под Маргариту встанет второй вставший, я за нее получу 130 рублей. То есть, с рефералов первой линии я получаю 130 рублей. Далее, как только под рефералом Маргариты, под Романа встанет второй вставший в пятом уровне, я с него получаю 90 рублей. Вот он, Роман, и я с него получаю 90 рублей. Далее, как только под рефералом третьей линии, под Светлану, встанет второй вставший, то я с нее получаю 60 рублей. Вот оно, 60 рублей. Вот это наглядный пример распределения реферальных вознаграждений. А дальше, простая математика. Представьте, что мы пригласили, допустим, с вами, ну вот, я простой небольшой лидер, у меня маленький чатик на 30 человек. Вот представьте, у меня 30 рефералов первой линии. Эти 30 рефералов пригласили уже 100 человек. То есть, кто-то пригласил 5, кто-то 0, кто-то 3, но в совокупности вторая линия рефералов у меня 100 человек. А третья линия рефералов, каждый из них пригласил, допустим, по 2. Кто-то опять 0, кто-то опять же 10. Но в совокупности, допустим, по 2. И тут получалось уже 200 человек. И что у нас получается? Вот представьте, что когда пройдут они все пятый уровень, все они, вот эта вся команда пройдет мой пятый уровень, то я 30 раз получу по 130 рублей, то есть это будет практически 4 тысячи рублей. Далее, я 100 раз получу по 90 рублей, 100 раз по 90 рублей получу, это 9 тысяч рублей. И я 200 раз получу по 60 рублей реферальный, это получается 12 тысяч рублей. И это всего лишь, когда вот эти все мои люди пройдут пятый уровень, в совокупности мой заработок может быть более 20 тысяч рублей на реферальных. Это всего лишь пятый уровень, первый уровень, в котором есть реферальное вознаграждение. Теперь, понимаете, насколько выгодно здесь строить команду, и насколько выгодно здесь развиваться, и насколько выгодно вот этому человеку, который сверху, помогать Нижнему чуть повыше и своим рефералам пройти этот пятый уровень. Потому что человек прошел, и мы получили за это доход. Вот, поэтому выгодно каждому, кто присутствует в этой иерархии. Вот это основная идея, показанная, так сказать, на практике. Далее, друзья, возвращаемся к маркетингу. Как только мы закрываем с вами пятый уровень, мы переходим автоматически в шестой. В шестом уровне с первого вставшего мы получаем по 600 рублей. Со второго вставшего у нас идет закрытие уровня и распределение реферальных бонусов. За рефералов первой линии мы уже получаем по 300 рублей. То есть, смотрите, в пятом уровне было по 130, тут уже по 300. Доходы растут. Далее, с рефералов второй линии мы получаем по 200 рублей. А с рефералов третьей линии мы получаем по 100 рублей. Вот и представьте, если у нас уже в трех линиях, например, собралось в общей сложности 500 человек, то это уже могут быть просто огромные колоссальные выплаты. И всем выгодно, чтобы все двигались. Далее, мы попадаем с вами в седьмой уровень. В седьмом уровне также с первого вставшего мы получаем выплату 2000 рублей. Выплата 2000 рублей – это выплата, которая поступает к вам на баланс. И вы сами лично распоряжаетесь ей и выбираете, куда ее тратить. Либо вывести, либо кому-то перевести, либо потратить наклонов, либо просто банально перевести ее на карту, либо на электронный кошелек и потратить на себя любимого. Далее, как только встает в седьмом уровне второй человек, то у нас идет закрытие уровня и распределение реферального вознаграждения. За рефералов первой линии мы получаем по 1000 рублей, за рефералов второй линии мы получаем по 600 рублей, и за рефералов третьей линии мы получаем по 400 рублей. Как мы видим, вознаграждения растут. Далее мы переходим в восьмой уровень. А с восьмого уровня уже начинаются новые плюшки, новые плюсы нашего маркетинга, а именно это бонусы. Смотрите, друзья. Как только под нас становится первый вставший, мы получаем 3000 рублей выплату на баланс, и у нас выходит 10 клонов в тарифный план прогрессив в первый уровень. То есть одна из функций тарифа Турбо, это продвижение предыдущих тарифных планов, она уже начинает вступать в силу. Вот и представьте, если пройдет, например, 10 тысяч клонов разных людей, восьмой уровень, сколько клонов они могут выпустить в прогрессив? А если пройдет 100 тысяч людей этот уровень, то там уже сумма клонов колоссальная, и движение, которое мы можем устроить в прогрессиве, соответственно, тоже. Далее, как только в восьмом уровне встает второй в человек, то у нас идет закрытие восьмого уровня, идет реферальное распределение, и получаются бонусы в два тарифных плана. На реферальные распределяются 1200 рублей идет с рефералов первой линии, 700 рублей идет с рефералов второй линии, 500 рублей идет с рефералов третьей линии. Далее, шесть клонов снова идут в прогрессив, то есть общее количество клонов прогрессив с этого уровня, это 16 клонов. И пять клонов идет в турбо один. Теперь хочу напомнить, что такое клон, потому что есть подобные вопросы от партнеров. Клон – это точная копия вашего бизнес-места, которая проделывает тот же путь по маркетингу и приносит вам тот же доход. Клон служит и для продвижения структуры, потому что клон под кого-то упадет и кому-то даст выплату и продвижение. И клон далее будет двигаться сам и приносит доход своему владельцу. Итак, друзья, как только мы закрываем восьмой уровень, у нас происходит переход в уровень номер девять. И дальше нас ждет следующая фишка нашего маркетинга, о чем я говорил в самом начале. С девятого уровня у нас начинается живая очередь. То есть та самая живая очередь, которая решает проблему продвижения в высоких уровнях абсолютно всем. То есть как только вы попадаете в живую очередь, то система сама распределяет друг по друга партнеров. То есть каждому система дает по два партнера постепенно. То есть вы попали в очередь, дальше за вами попали люди в очередь, линия в очереди заполнилась, начнется заполняться следующая линия. Как только следующая линия дойдет до вас, вы получите по два партнера. И так потом эти партнеры, которые попали под вас, тоже получат по два партнера. Таким образом и будет происходить движение. Мы с вами поговорим, зачем нужна живая очередь. Исходя из опыта предыдущих маркетингов, наши пользователи просили обеспечить и облегчить движение с середины структуры до высоких уровней. У кого-то хватает сил продвигаться, кому-то становится тяжеловато, уже начиная с середины маркетинга. Поэтому было принято решение после восьмого уровня сделать общую глобальную очередь, чтобы партнеры не боялись работать, и все двигались и равномерно получали результат. Очередь глобальная. Все становятся одной общей большой структурой. Никаких других очередей просто не бывает. Никаких. Очередь, она глобальная. Все идут за всеми. И у всех движение зависит от каждого. Итак, друзья, возвращаемся к разбору маркетинга. Как только мы закрыли восьмой уровень, мы переходим в девятый уровень. Это у нас уже живая очередь. И там, в девятом уровне, как только под нас стал первый партнер, мы получаем 4000 рублей на выплату. Вот здесь, как только под нас стал первый человек, мы получаем 4000. Как только под нас стал человек номер два, то у нас происходит закрытие девятого уровня и переход в десятый, и происходит реферальное распределение. С рефералов первой линии мы получаем по 1000 рублей. С рефералов второй линии мы получаем по 600 рублей. И с рефералов третьей линии мы также получаем по 400 рублей. Как мы видим, чем дальше, тем выплаты становятся больше. Как со структуры, так и реферальных бонусов. Итак, друзья, у нас открывается уровень номер 10. И как только под нас становится первый человек в десятом уровне, мы получаем на баланс 5000 рублей. Как только под нас становится человек номер два в десятый уровень, то у нас происходит реферальное распределение и выдача бонусов в виде клонов. Итак, с рефералов первой линии мы получаем по 1500 рублей. С рефералов второй линии мы получаем по 900 рублей. С рефералов третьей линии мы получаем по 600 рублей. И далее. У нас выходит 10 клонов прогрессив 1 и 5 клонов в турбо 1. То есть движение происходит сразу в двух маркетингах. Поэтому есть партнеры, которые задают вопрос, что у них не получилось реализовать в прогрессиве стратегию каждому по два партнера. Они столкнулись с тренарами, и в тренарах они не знают, как заполнить третье место. Смотрите, друзья. Вы можете в турбо продолжать работу по принципу каждому по два, и у вас будут выходить клоны в прогрессив, и клоны в прогрессив будут падать сверху вниз, слева направо по системе переливов и закроют все вот эти дырки в тренарах, с которыми вы столкнулись во время работы. Поэтому турбо, оно очень и очень сильно помогает движению. И в движении самой партнерской программы, и выравниванию структуры, и исправлению некоторых ошибок, которые были в различных стратегиях команды. Итак, друзья. Как только у нас закрывается 10 уровень, у нас открывается уровень 11. И в уровне 11, как только под нас становится первый, вставший, мы получаем уже 8 тысяч рублей. Хочу сказать сразу, очень важный момент для вашего понимания, что у нас каждый клон наш, он проходит такой же путь по маркетингу. И у вас эти 8 тысяч рублей, вы можете получить не один раз с одного клона основного. У вас может быть и 10 клонов пройти, могут и 100 клонов. Я недавно видел скриншот одного партнера. У него в 13 уровне прогрессив 100 клонов. И большая часть из них уже закрыта. То есть он многократно получает доход в каждом уровне. Как только под нас в 11 уровне становится второй человек, то у нас происходит распределение реферальных бонусов. С рефералов первой линии мы получаем по 2 тысячи рублей. С рефералов второй линии мы получаем по 1400 рублей. И с рефералов третьей линии мы получаем по 600 рублей. Итак, друзья. А теперь возвращаемся к нашей структуре. Мы получаем с рефералов трех линий. А вот представьте, если здесь у вас в команде 1000 человек в совокупности. Например, 100 приглашенных, 400 второй линии рефералов. И там 600 рефералов третьей линии или больше. Представьте, какие доходы можно получать здесь, активно приглашая партнеров. Вот реферальный – это шикарный бонус, который, я считаю, упускать нельзя, поэтому нужно обучаться, нужно стремиться получать новые знания и активно развиваться в партнерской программе. Итак, друзья. Как только у нас закрывается 11 уровень, у нас открывается уровень 12. В 12 уровне с первого вставшего мы получаем выплату 12 тысяч рублей. Это выплата, которую получает каждый партнер, под которого встал человек в 12 уровне. И вы сами распределяете ее и решаете, что с ней делать, как ее поступить. Далее, как только под вас становится второй человек в 12 уровне, у нас идет распределение реферальных бонусов. С рефералов первой линии мы получаем по 2500 рублей. С рефералов второй линии мы получаем по 1500 рублей. И с рефералов третьей линии мы получаем по 1000 рублей. И теперь у нас уже выходят клоны в более высокие уровни партнерских программ. То есть у нас уже впервые выходит 15 клонов в Progressive 2. У нас будут клоны в высокие уровни и Progressive, и Turbo. Тем самым они будут продвигать партнеров на высоких уровнях и в прогрессиве, и в первом, и во втором, и в третьем, и в четвертом, и в пятом уровне, вплоть до тринадцатого. И партнеров в Turbo 1, Turbo 2, Turbo 3, Turbo 4. То есть если кто-то застрял в восьмом уровне, в девятом, в десятом, может быть в тринадцатом, у кого, как говорится, где силы закончились, то вот эти клоны, выходящие в прогрессив, будут выталкивать всех партнеров. Клоны будут выходить вплоть до тринадцатого, переводить людей в четырнадцатый, давать в тринадцатом уровне выплаты, а люди, которые прилетают в четырнадцатый, соответственно, будут выталкивать кого-то в пятнадцатый. Таким образом, можно сказать, что движение будет по всей партнерской программе прогрессии полностью. От начала до конца. И десять клонов у нас идет, как я уже сказал, в Turbo 1. У нас закрывается двенадцатый уровень и происходит переход в уровень 13. В уровне 13 с первого вставшего мы уже с вами получаем выплату в 20 тысяч рублей. Со второго вставшего, дорогие друзья, у нас происходит закрытие 13 уровня и распределение реферальных бонусов. За рефералов первой линии мы получаем по 3 тысячи рублей, за реферальной второй линии мы получаем по 2 тысячи рублей, за реферальной третьей линии мы получаем по тысяче рублей. И у нас происходит закрытие 13 уровня и открывается уровень 14. В уровне 14, как только под вас становится первый вставший, приходит выплата на баланс 28 тысяч рублей. Как только под вас становится второй вставший, у нас происходят реферальные начисления и выходят бонусы в виде клонов. За рефералов первой линии, которые проходят 14 уровень, мы получаем 3 тысячи 500 рублей. За рефералов второй линии мы получаем по 2 тысячи рублей. И за рефералов третьей линии мы получаем по 1500 рублей. Далее выходит 12 клонов прогрессив 1, выталкивая партнеров в следующий уровень. И выходит 15 клонов прогрессив 3, создавая также движение. То есть движение идет по всей структуре. Кто-то выходит на выплаты, у кого-то гасятся просрочки по активности, снова выходят клоны, снова происходит движение. То есть если это будет происходить массово, клоны будут выходить друг от друга постоянно. А так как у нас живая очередь, то у нас постоянно будет движение, кто-то под кого-то будет падать и выводить клонов. То это может обеспечить прям долгое и длительное движение по всем партнерским программам. И 10 клонов у нас уже идет в Turbo 2. То есть у нас уже движение идет в Turbo тоже на несколько уровней. Чтобы это нужно, чтобы ускорить, чтобы не только с первого уровня всех выталкивать, чтобы и с первой, со второго, с третьего, с четвертого одновременно. Как мы уже говорили, после того, как под вас становится второй вставший, в 14 уровне уровень закрывается, и происходит открытие уровня номер 15. В уровне номер 15 с первого вставшего мы видим уже более интересные цифры. 40 тысяч рублей – это первый вставший партнер нам приносит на баланс. Далее. Со второго вставшего партнера в 15 уровне у нас происходят реферальные начисления и выходят бонусы в достаточно большом количестве в виде клонов. С рефералов первой линии мы получаем по 400 рублей, с рефералов второй линии мы получаем по 2500 рублей, с рефералов третьей линии мы получаем по 1500 рублей. Далее. У нас выходит 10 клонов в Progressive 4, выходит 5 клонов в Progressive 3, 10 клонов в Turbo 2 и 1 клон в Turbo 1. То есть движение сразу происходит по множеству уровней партнерских программ. И 15 уровень закрывается, и происходит открытие уровня 16. В уровне 16, как только под вас становится первый вставший, вы получаете 80 тысяч рублей на баланс первого вставшего. Как только под нас становится второй вставший, а я напоминаю, что это уже живая очередь, здесь система сама расставляет всех под друг друга. Как только под нас становится второй человек, то у нас происходит распределение реферальных бонусов. С рефералов первой линии мы получаем по 5000 рублей, с рефералов второй линии мы получаем по 3000 рублей, с рефералов третьей линии мы получаем по 2000 рублей. Далее у нас 10 клонов выходит в Progressive 5, а напоминаю, это выплатный уровень. 10 клонов уходит в Turbo 3, в Turbo каждый уровень выплатный. И 4 клона уходит в Turbo 1. В Turbo 1 вообще все просто. То есть представьте, вот кто-то прошел этот уровень и вывел 10 клонов в Turbo 3. То есть они под кого-то встали, кого-то они перевели в Turbo 4, а тот в свою очередь в Turbo 5 кого-то, а кому-то они упали на выплату. То есть здесь польза 100% от каждого клона для каждого человека. То есть здесь уже она не может упасть просто в накопительный уровень тренара, потому что тренаров здесь нет. Здесь она либо на выплату, либо на переход в следующий уровень. Поэтому каждый клон от каждого человека приносит просто глобальную колоссальную пользу. Далее, как только у нас закрывается 16 уровень, у нас открывается уровень 17. В уровне 17, как только под вас становится первый человек, вы получаете выплату 330 тысяч рублей. Далее, напоминаю, что это выплата, которую можно сразу же вывести. Как только под вас становится второй вставший партнер, у нас происходит распределение реферального вознаграждения и бонусов. С рефералов первой линии мы уже получаем по 50 тысяч рублей, с рефералов второй линии мы получаем уже по 30 тысяч рублей, и с рефералов третьей линии мы уже получаем по 20 тысяч рублей. И выходит просто огромное количество клонов. Во второй, два клона выходят в уровень прогрессив 9. Это все по просьбам самих партнеров. Партнеры просили, чтобы были клоды практически в каждом уровне, чтобы в середине прогрессива люди двигались и в начале, и в конце. Два клона в прогрессив 9, 10 клонов в прогрессив 8. Напоминаю, что прогрессив 8 – это выплатный уровень, который дает и выплаты, и клонов. 10 клонов в прогрессив 7 и 12 клонов в прогрессив 6. Представьте, в прогрессив выйдет 34 клона сразу в середину структуры и переворошит ее целиком. И куча людей пойдет дальше. Кто-то перейдет в прогрессив 7 от прогрессив 6. Прогрессив 7, кто-то в прогрессив 8. Прогрессив 9, прогрессив 10, прогрессив 11 и так далее. Движение пойдет по всей структуре. Далее 27 клонов в прогрессив 2, 27 клонов. И 5 клонов в турбо 6, что будет продвигать турбо тариф на каждом уровне. Кто-то с турбо 6 перейдет в турбо 7, кто-то в турбо 8, кто-то дальше в турбо 9. Кому-то упадет в турбо 6 на выплату, принеся денежные средства, а кому-то на переход и реферальное вознаграждение. То есть здесь в тарифном плане турбо польза просто колоссальная и глобальная. Идем далее. Как только у нас закрывается уровень 17, со второго вставшего, у нас идет открытие 18 уровня. В 18 уровне с первого вставшего партнера мы получаем выплату в 500 тысяч рублей. Эта выплата поступает сразу на баланс, и мы можем ей распоряжаться как нам угодно. И со второго вставшего у нас происходит переход в уровень 19, реферальное распределение, и будут выходить бонусы. Как происходит реферальное распределение в этом уровне? С рефералов первой линии мы получаем по 100 тысяч рублей. Видите уже какие цифры? С рефералов второй линии по 60 тысяч рублей. И с рефералов третьей линии мы уже получаем по 40 тысяч рублей. Далее. По бонусам. Четыре клона выходят в уровень прогрессив 10. Это тот самый пресловутый тренар, в котором часто происходит застои в движении. Это выплатный тренар. То есть кому-то они упадут на выплату, кто-то получит выплаты по 15 тысяч рублей в прогрессив 10, и у кого-то сразу выйдет 60 клонов в два тарифа. Далее. Десять клонов в прогрессив 9. То есть вот эту серединку мы прям будем выбивать, где люди начинают затормаживаться. Пять клонов в турбо 7. То есть дальше кто-то будет переходить в турбо 8, турбо 9, турбо 10. Кому-то на выплату будет падать. И одновременно мы не забываем про самое начало турбо, про наших новичков. И будет прилетать клоны в турбо 1. Четыре клона. Идем далее, друзья. У нас закрывается уровень 18. Так, друзья, у нас происходит переход в уровень 19. И в 19 уровне, вот он 19 уровень, у нас уже происходит большое количество и клонов в несколько тарифов, и уже достаточно серьезные выплаты. Как только у нас в 19 уровне становится первый вставший человек под нас, мы получаем выплату в 1 миллион рублей. Это выплата, которая падает на баланс, и мы ее можем сразу же вывести любым удобным способом. Далее, как только у нас становится в 19 уровне второй вставший человек, у нас происходит переход в уровень номер 20, и идет распределение реферальных бонусов. С рефералов первой линии мы получаем по 200 тысяч рублей, с рефералов второй линии мы получаем по 120 тысяч рублей, и с рефералов третьей линии мы получаем по 80 тысяч рублей. Далее, у нас выходит 5 клонов прогрессив 11, что уже обеспечивает движение на высоких уровнях прогрессив. 5 клонов выплатный уровень прогрессив 10, 10 клонов прогрессив 6, 30 клонов прогрессив 5. То есть, что такое 30 клонов прогрессив 5? Это кому-то это упадет на выплату, кому-то это упадет на переход, это 10 человек перейдут в прогрессив 10, прогрессив 6, это 5 человек перейдет в прогрессив 7, это 2 или 3 человека перейдет в прогрессив 8, и так практически до 10 уровня. Далее, 5 клонов выходит в турбо 8, что делает наше движение по турбо более быстрым на всем протяжении маркетинга. И у нас кто-то в турбо упадет, опять же, на выплату, как я говорил, а кто-то упадет в турбо для перехода в следующий уровень. И 6 клонов уйдет непосредственно в турбо 7. То есть, 5 клонов упало в турбо 8, перевели людей в 9 уровень турбо, в 10 уровень турбо. Упало 6 клонов в турбо 7, кто-то перешел в 8 уровень, в 9, снова в 10, кого-то в 11 перевели. То есть, движение будет по всему периметру маркетинга. И вот, наконец-то, после того, как у нас становится второй вставший в 19 уровень, у нас открывается заветный уровень 20. С нашего заветного уровня 20, с первого вставшего партнера у нас идет и выплаты, и реферальные, и бонусы. С первого вставшего мы получаем выплату на баланс 3 миллиона рублей. Далее идет распределение реферальных бонусов. С рефералов первой линии, кто закрывает 20 уровень, с первого вставшего мы получаем 250 тысяч рублей. С рефералов второй линии 150 тысяч рублей с первого места. И с рефералов третьей линии по 100 тысяч рублей. Далее у нас выходит 4 клона в прогрессе в 12, переведя, допустим, двух человек полностью, у которых матрица не была заполнена, в прогрессе в 13, либо закрыть получится 4-х человек, которые стояли с одной ножкой. Перейдя в прогрессе в 13, они в свою очередь выводят кого-то на выплату и проводят движение дальше в прогрессе в 14. И так до 15 уровня. Выходит 3 клона в турбо 8 и 16 клонов в турбо 1. Тем самым продвигает тариф турбо и в середине маркетинга, и в самом начале. То есть мы не забываем и о тех, кто у нас уже работает, и о тех, кто только-только пришел в маркетинг турбо. Далее, со второго вставшего в уровень 20 у нас на баланс падает еще одна выплата в 3 миллиона рублей, то есть совокупная выплата в 20 уровне 6 миллионов рублей. Далее, 500 тысяч рублей – это реферальные бонусы, которые распределяются по маркетингу. С первой линии рефералов мы получаем 250 тысяч рублей, со второй линии рефералов мы получаем по 150 тысяч рублей, а с третьей линии рефералов мы получаем по 100 тысяч рублей. То есть в совокупности, совокупная выплата 6 миллионов, с первой линии мы получаем совокупно, как только у нас человек первой линии, реферал закрывается, 500 тысяч с двух мест. Как только человек второй линии закрывается 300 тысяч и человек третьей линии закрывается 200 тысяч рублей. Далее выходит два клона в прогрессив 13, выводя сразу кого-то на выплату в 13 уровне или производя переход в 14. Выходит 32 клона в прогрессив 1, то есть не забываем и новичков, которые зашли в прогрессив. И выходит три клона в турбо 8, тем самым продвигая кого-то в турбо 9 и в турбо 10. Видим, что уже в 20 уровне у нас есть высокие уровни как турбо, так и высокие уровни прогрессива. То есть представьте, что могут упасть два клона кому-то непосредственно на выплату. Итак, возвращаемся к нашей презентации. Итак, друзья, по прохождению всех 20 уровней у нас получается достаточно огромное количество клонов прогрессив, тем самым мы выполняем первую нашу функцию по продвижению тарифных планов. Мы продвигаем прогрессив, прогрессив в свою очередь продвигает бейсик. У нас 70 клонов выходит в прогрессив 1, 42 клонов в прогрессив 2, 20 клонов в прогрессив 3, 10 клонов в прогрессив 4, 10 клонов в прогрессив 8, 12 клонов в прогрессив 9, 9 клонов в прогрессив 10 и 5 клонов в прогрессив 11. Также 4 клона в прогрессе в 12 и 2 клона в прогрессе в 13. И параллельно у нас идет движение по турбо. И напоминаю, что каждый клон, который проходит по маркетингу, повторяет ваше движение и приносит тот же доход. Он и кому-то продвижение дает, и доход кому-то приносит. В турбо 1 у нас выходит 45 клонов, в турбо 2 20, в турбо 3 10, в турбо 6 5, в турбо 7 11 и в турбо 8 снова 11 клонов. То есть движение происходит сразу по всем тарифным планам. То есть у кого нет уже настроения продвигать первоначальные тарифы или кто столкнулся с какой-то проблемой, как люди периодически пишут, спрашивают, что они работали по стратегии, допустим, столкнулись с какими-то сложностями. Структура перекосилась или еще что-то произошло. Вы можете работать активно в турбо. Турбо будет переливать клоны в прогрессив и выравнивать структуру и двигать вас на всем протяжении маркетинга прогрессив. Я думаю, это прекрасно и это даст движение всем и каждому. Далее. Очень часто мне люди задают вопрос, какую стратегию выбрать при работе. Здесь в турбо тарифе выплаты с каждого уровня. Всего 2 человека идет переход в следующий уровень. Поэтому в принципе и реферальное вознаграждение хорошее. Подойдут стратегии и каждый работающий по своей собственной ссылке. Подойдет стратегии и каждому по 2. Подойдут стратегии для выравнивания партнерской программы прогрессив. Можно работать и по техаккаунту, так как здесь очень крупные реферальные и с техаккаунта. Но опять же, если люди добросовестные, честные и будут правильно распределять средства техаккаунта, можно активно двигаться. Но я лично люблю, когда каждый работает по своей собственной ссылке, сам обучается, развивается, приглашает и строит свою собственную команду. Но самое главное, изучайте маркетинг, смотрите, какие здесь непосредственно нужны средства для активации. То есть один раз нужно активировать уровни и раз в месяц нужно активация в 200 рублей, за которые вам даются кулоны, доступ к партнерской программе. Если вам вышестоящие партнеры говорят, что нужно чрезмерно вкладываться, нужно тратить какие-то суммы, которые не написаны в маркетинге, вы уточняете, обращаетесь к администрации, потому что бывают такие случаи, что вышестоящие могут вводить в заблуждение партнеров для получения собственной выгоды. Чтоб этого не было, если что-то не так, если где-то сомневаетесь, пишите к нам, администрации, и мы будем вам помогать, подсказывать им, скажем вам, правильно ли то, что вам говорят люди, либо навязывают какую-то, сказать, стратегию работы. Итак, друзья, если мы проходим одним клоном весь круг один раз, то у нас вознаграждение одним клоном становится 8 миллионов рублей по полному прохождению маркетинга. Одним клоном. Но напоминаю, пока мы идем одним клоном, у нас идут дальше клоны за нами, особенно сейчас, когда мы можем зайти, допустим, треугольником, и они также приносят доход и движение. Если мы заходим с золотым треугольником и проходим 7, эти три клона наши проходят полностью весь путь, то, естественно, доход умножается на 3, вот который указан на данном слайде, и могут получиться очень неплохие вознаграждения. Но это не халява, здесь нужно трудиться, здесь нужно принимать много усилий, но маркетинг долгосрочный. Если вы действительно нацелены на результат и хотите долго работать, то можно здесь работать годами и добиваться даже наибольших результатов, чем приведены в пример. Но это цифры для примера, это не то, что финансовая рекомендация, что каждый получит эту выплату. Это просто пример того, какие можно зарабатывать суммы, если активно работать. Вот еще один слайд, который нам говорит о том, сколько мы можем получить вознаграждений, если наш реферал пройдет полностью партнерскую программу. Если ваш реферал пойдет лично приглашенной в партнерскую программу, то с одного его клона, одного, а вы получаете выплаты реферальной с каждого клона вашего приглашенного. Допустим, у вас 100 приглашенных, у каждого по 10 клонов, значит, с 1000 клонов вы получите реферальное вознаграждение. Если ваш партнер первой линии прошел круг один, то вы получаете 875 тысяч за полное прохождение вашим рефералом маркетинга с первого по 20 уровень. Если прошел не ваш приглашенный, а приглашенный вашего приглашенного, то вы получаете уже 525 тысяч рублей за ваших приглашенных вашими приглашенными. Из-за реферала в третьей линии, вот о чем я сегодня говорил, что всем будет выгодно, чтобы работали все и продвигались все, будет получаться 349 тысяч рублей. Если у вас 5 человек пройдут, то, соответственно, умножаем на 5. Если 10, умножаем на 10. Поэтому все зависит только от вас, от вашей командной работы. Устраивайте команду работу, обучайте своих партнеров, помогайте им продвигаться. И они заработают сами и дадут заработать вам. Это главное правило. Заработай сам и дай заработай другим. Вот есть слайд. Это просто пример. Исключительно пример. Потому что, когда его показали первый раз, не все партнеры его правильно поняли. Цифра с командой из 50 человек – это просто пример среднестатистического лидера, у которого, допустим, в команде собралось 50 партнеров. Просто пример. Если у вас 50 партнеров прошли и заработали в партнерской программе с 1 по 20 уровень, то с ваших 50 лично приглашенных заработок 43 миллиона. Если это рефералы второй линии, то это 26, а если рефералы третьей линии, то это 17. Вот вам пример. Как говорится, дальше думайте, насколько выгодно работать, приглашать и помогать вашим партнерам зарабатывать на партнерской программе. Итак, друзья, мы с вами прошлись кратенько и тезисно по нашему маркетингу. Сейчас я открою возможность задавать вопросы и смогу ответить на все вопросы, которые у вас есть. Я думаю, их достаточно много, но, возможно, по прохождению нашего разбора на ваши вопросы я уже ответил. Поэтому задавайте ваши вопросы. У нас рубрика «Вопрос-ответ». Евгения спрашивает. Клоны в прогрессив и турбоуправляемые? Нет, Евгения. Клоны автоматические. Почему автоматические? Чтобы падали сверху вниз, слева направо, выпрямляли структуру и помогали абсолютно всем партнерам. Если дать управляемые клоны, то нечестные люди будут их ставить исключительно под себя и пользоваться их только самостоятельно. Поэтому, чтобы помогали партнерам, чтобы двигались также все, клоны будут автоматически лететь, сами будут сверху вниз, слева направо. Лала спрашивает, что такое прогрессив? Лала, прогрессив – это название другого маркетинга, который у нас запускался в декабре прошлого года. В декабре 2020 года у нас запустился маркетинг под названием прогрессив, и мы в нем работали и работаем до сих пор. И вот турбо – это следующий маркетинг, который идет за прогрессивом. Сергей спрашивает, какой срок хотя бы до восьмого уровня турбо? Сергей, все зависит от вас. У меня есть люди, которые маркетинг прогрессив закрыли за неделю. Мы активно работали, активно приглашали и закрыли его быстрее, чем это сделал я сам. А есть люди, кто сейчас застряли в 12-11 уровне, они не приглашают, ничего не делают, и ждут только переливов, и периодически только на переливах двигаются. Поэтому все зависит от вас. Можно за день, можно за час пройти, можно за несколько месяцев. Все, как вы будете работать. Лала спрашивает, мой клон принесет доход партнеру? Лала, смотрите, если ваш клон упадет под вашего партнера, он обязательно принесет ему пользу. Либо переход в следующий уровень, либо выплату. Евгения, в турбо до восьмого уровня клоны будут вставать в мою структуру? Да, ваши клоны в первых восьми уровнях будут вставать непосредственно в вашу структуру и приносить пользу вашей структуре. Далее, Венера пишет. Наши спонсоры нам говорят, если купим до пятого уровня после генерации, можем дойти до восьмого уровня. Венера, смотрите, все покупки уровней нужно производить исключительно из своих возможностей. Но ситуация такая, чем больше уровней купишь, тем ближе ты становишься к живой очереди. Поэтому положительно покупка уровней, естественно, влияет. Но любую покупку уровней нужно проводить исключительно из своих возможностей. Блэк Босс, здравствуйте, а вы не рассказывали о Basic, ведь по партнерской программе Progressive клоны идут в Basic. Да, после того, как мы закрываем первое место в Progressive 15, у нас идет 400 клонов в Basic. Поэтому я и говорю, что работая в программе Turbo, можно зарабатывать сразу в трех маркетингах, продвигать Progressive. Progressive в свою очередь дает 400 клонов в Basic, идет колоссальное движение по трем партнерским программам. Я недавно созванивался с одним чатом, проводил конференцию, и мне люди говорят, Павел, мы недавно осознали, что раньше мы получали доход с двух маркетингов, а сейчас мы будем получать доход с трех маркетингов. Я говорю, вот именно, с трех маркетингов. Поэтому если работать, если иметь маломальскую структуру, если проводить какие-то движения, то очень многие люди смогут выйти на хороший доход. И об этом забывать никак нельзя. Далее. Светлана пишет, активация треугольником на пять уровней начинается с пятого уровня. Светлана, вы имеете в виду, как будет расстановка на генерации проходить? Расстановка генерации, да, будет проходить, скорее всего, с пятого уровня. Так происходит всегда на всех сайтах. Если уровни прокупаются на вперед, то расстановка идет с крайних уровней, с последних. Потому что, вот смотрите, у нас пять уровней прокуплено. Сначала мы расставляем пятый, и дальше у нас прошло движение, допустим, до десятого. Потом мы расставляем четвертый, по дате регистрации все расставляется. Четвертый переходит в пятый и закрывает тех, кто купил пятый уровень, и далее. Далее мы расставляем третий, и третий уровень закрывает четвертый, пятый и так далее. И так до первого уровня. Идет планомерное, равномерное закрытие, как оно должно быть. То есть такое всегда на всех сайтах, то есть расстановка идет с последнего до первого уровня по дате регистрации. Если будет наоборот, то те люди, которые купят уровни наперед, они расстаются последними. Поэтому всегда, когда идет покупка ни одного уровня, расстановка идет с пятого по первый. Иван спрашивает, если я зарегистрирован год назад, куплю пять уровней, дойду ли я до девятого? Иван, на этот вопрос вам никто, кроме вас самого не ответит, потому что все зависит от многих факторов. Кто ваши вышестоящие, сколько над вами людей зайдет, какие уровни прокупят, есть ли у вас партнеры, как зайдут ваши партнеры. То есть здесь вводных данных надо знать очень и очень много. И все зависит от общекомандного движения. Сколько человек активируется? 200 тысяч, 300 тысяч, полмиллиона или 100 тысяч. То есть все зависит от всех этих факторов. Скажу одно, что имея пять уровней, естественно, до девятого уже ближе в любом случае. Но а как быстро пойдет движение, это мы узнаем только в процессе. Коля спрашивает, вопрос такой, если прокупиться до пятого уровня, не треугольником, возможность быстрого продвижения до живой очереди. Николай, это такой же ответ, как и у Ивана. То есть, естественно, находясь в пятом уровне, до девятого, четыре уровня остаются. А находясь в первом уровне, до девятого, восемь уровней. Поэтому начинать движение с пятого намного выгоднее и быстрее попадете в очередь. Но как будет проходить движение, это мы узнаем только по факту. Жан спрашивает, если один личник, как лучше заходить? По одному месту от первого по пятый или лучше золотым треугольником от первого по пятый? Смотрите, расскажу вам про золотой треугольник. Как заходить, я не могу вам сказать, как лучше. Все находится от ваших возможностей. Естественно, чем больше, тем лучше. Но, если я вам так скажу, то люди могут потратиться, допустим, и не рассчитать свои возможности. Поэтому я не могу сказать, как лучше, я могу рассказать пользу треугольника. В чем польза золотого треугольника? Вы приобрели пятый уровень треугольника, и уже автоматически пятый закрывается, и вы начинаете свое движение уже не с пятого, а с шестого. Потому что у вас происходит переход в шестой. А с шестого до девятого, допустим, там еще меньше. Поэтому, естественно, треугольник лучше. Но я не могу давать вам такие рекомендации, потому что у каждого свои финансовые возможности. Кто-то может взять треугольник, для кого-то это тяжело. Если тяжело, то не, так сказать, не пытайтесь сделать это через силу. Смотрите, чтобы вам это не доставляло никаких неудобств в первую очередь. Вопрос. Будет ли просматриваться структура? Да, структура будет открытая и будет просматриваться вверх, как и в общем у нас сейчас в прогрессе и в бейсике происходит. Елена пишет. Вы все рассказываете, когда команда большая. Если человек один работает, и у него нет рефералов. Не умеет, не умеет приглашать. Переливы никаких, а тем более партнерские. Думаю, здесь турбо не поможет. Смотрите, Елена. Вот вы человек, вы не умеете приглашать. Далее ваше развитие может идти двумя путями. Либо вы учитесь приглашать. Нет понятия не умею. Есть понятие не хочу. Есть понятие нет желания. Я когда приходил в партнерские программы, когда приходил в сетевой маркетинг, я первую свою матрицу нашел в Яндексе в поиске. Я не знал ни что такое матрица. Меня первый куратор обманул. У меня был первый куратор, я ему написал, зарегистрировался в матрице, написал ему как куратору внутри личного кабинета, говорю, что надо делать. Он мне говорит, дай 4 тысячи. Ему 4 тысячи отправил, он мне до свидания сказал. То есть у меня знаний было ноль. Через два месяца у меня чат был в 300 человек. Но я сидел днем и ночью, изучал, спрашивал, интересовался, смотрел ролики. Тогда это не сейчас. Сейчас все знания вам вот так в ладошках приносят. Тогда знания все в кулаке держали. Никто не делился. Слово с кого-то выскребать, это надо было усилия приложить. И вот так вот по крупицам собирал знания, пробовал, пытался, экспериментировал. Не получалось. И в конечном итоге у меня первый человек пришел, наверное, через месяц. Потом пришел второй человек. Потом еще, еще, еще. И был целый уже огромный большой чат. Я помню, когда первых 21 человек у меня был, это была просто необычайная радость. И я тоже не умел приглашать. Я вообще ничего не знал. Абсолютно ничего. У меня было несколько раз такие эксперименты, когда мне люди писали, я не умею приглашать. Я говорю, хорошо, давай на спор. Вот сейчас 200 людям, 200 людям, просто из любой группы по заработку пишешь в личку и предлагаешь вступить в проект. Это было не на старте, это было в середине проекта. Человек говорит, да, окей. Он, не умея приглашать, не умея писать диалоги, не пройдя обучение по диалогам, пишет 200 людям и у него появляется 6 партнеров. То есть человек, не имея знаний, просто делая действие, делая действие, привел в себе 6 партнеров. Да, он устал писать эти диалоги. Да, он неделю на это потратил. Но у него появилось 6 партнеров. Но есть люди, которые не хотят учиться. Не хотят, нет желания. Все хотят пассива. Никто не хочет ничего делать. Все хотят пассива. На пассиве, на пассиве, у вас есть такое понятие, как структурное вознаграждение. За структуру. И для тех людей, кто хочет только по структуре продвигаться, чтобы облегчить жизнь, мы сделали выплаты в каждом уровне. Вот вы одна, вы никого не приглашаете, но в каждом уровне вы получаете выплаты. И вам этих выплат хватит, и чтобы вывести что-то, и чтобы ежемесячная активность проплачивалась. И для вас сделана ежемесячная активность. То есть, чтобы у вас клоны выходили, делали движение небольшое раз в месяц, и также двигались и давали определенные выплаты. Но, повторюсь, все обучение есть. Есть возможность приглашать не только в Матрицу. Раньше можно приглашать только в Матрицу. А в Матрицу не все хотели идти. Сейчас у нас есть программные продукты. Сейчас у нас есть раздел «Партнерские ссылки», где можно продавать реальные обучающие курсы. И люди, которые не умели приглашать, начали продавать эти курсы. И с продажи этих курсов люди стали активироваться и попадать им в структуру. У меня девочка знакомая просто с земли у себя на странице ВКонтакте разместила лендинг по продаже Инстаграма. И в тот же вечер у нее появились партнеры, которые просто купили курс, и продлевать его сейчас будут каждую неделю. И каждую неделю они будут давать каждый поклону, а этой девочке движение. Эта девочка, для нее слово «Матрица», это фильм такой был «Матрица», где люди дрались и там в параллельных мирах были. Она вообще не понимает ни структура, ни матрицы, ничего. У нее сейчас целая структура построится просто с продажи курсов. Возможностей, чтобы двигаться, масса вариантов приглашать тоже. Хотите в матрицу, структуру, хотите в программный продукт, не умеете, есть обучение, что-то не поняли, задаете вопросы, пишите, что вас интересует. То есть все открыто, командные чаты, мы всегда открыты. Все есть для того, чтобы обучаться. Но если вот вообще не хочется, прям лень матушка сожрала, то просто ложитесь, активируйте тариф, ждете. Если хотите. Если не хотите, не ждете. Из каждого первого вставшего у вас происходит выплата. Далее никаких тренаров. То есть структура самая маленькая, меньше, чем просто бинар, два места, просто его нету в мире меньше. То есть раньше были 7-мески, 14-мески, 5-нары, 3-нары. Вот маленький бинар. Все. Ну просто меньше, ну не бывает. Стоимость активации 200 рублей. То есть не надо партнера приглашать на 1000 рублей, на 100 долларов. Я в свое время участвовал в проекте, в котором вход стоял. 1000 долларов. Люди приглашали. На 1000 долларов даже приглашали. Тут 200 рублей всего лишь. Дается доступ к бирже фриланса. Не хотите приглашать матрицу? Вот появится биржа фриланса. Предлагайте людям интернет-заработок на фрилансе. Люди будут активировать каждый месяц биржу, будут падать клоны. Поэтому вариантов, ну просто масса. Но если вот совсем ничего не получается, не хочется, вот вообще не хочется, вот вообще не хочется, то тогда просто вот бинар и выплата в каждом уровне. И выплаты в каждом уровне всей структуры. То есть уже накопительных уровней нет, чтобы было максимально легко, выплат просто достаточно. Уровень выплаты, уровень выплаты. Два партнера встала, два перелива. Переход в следующий уровень. То есть, ну вот все уже условия, вот просто все условия соблюдены. Поймите, проще, чем здесь, бинар без тренаров с выплатой в каждом уровне с живой очереди, ну просто уже нету. Вот я не знаю, маркетинга проще, честно. У меня большой опыт, богатый. Проще маркетинга просто, ну я не знаю, честно. Вот я проще не видел. Вот уже сделали максимально просто. Поймите, чтобы получать какие-то доходы, какие-то заработки, нужно что-то делать. Вот в чем поставлено все. Что-то надо изучать. Чтобы торговать на бирже, нужно изучать трейдинг, нужны знания. Идите на бирже, поторгуйте. Вы все сольете сразу, все деньги. Берете книжку, изучаете, получается трейдить. Хотите, допустим, куда-то инвестировать, чтобы вас там не обманули, нужно получить знания, понять, как отличать компанию реальную от нереальной, что выбрать там, торговлю на споте, на фьючерсах, какие-то акции, облигации, вот чем они отличаются и так далее. Нужны знания. Поэтому, если хотите зарабатывать, старайтесь знания получать. Вот просто уже все условия для этого сделаны. Но если уже вообще ничего, но проще маркетинга уже высыпанный в каждом уровне и без тренеров, ну просто уже нет. Ладненько, идем дальше, а то я тут уже заострил внимание очень сильно. Ольга задает вопрос. Павел, добрый вечер. На какую глубину будут падать переливы? Переливы падают сверху вниз, слева направо в первое свободное место. Вот смотрите. то есть сверху вниз, слева направо. Как падает перелив? Вот он перелив, кружочек. Он идет, доходит до первого ряда, сверху вниз до первого ряда, проверяет, есть ли тут пустые места. Оп, нашел дырку, встал в эту дырку. Далее, падает второй перелив. Упал, проверяет первый ряд. Дырок нет. Он падает во второй ряд. Проверяет. Нашел дырку, встал. Итак, каждый перелив, он падает сверху вниз, слева направо, в первое свободное место. Поэтому, все зависит от того, сколько вот этих дыр и свободных мест, то есть пассивных партнеров, будет в структуре, но идет он сверху вниз, полностью по всей структуре, вот прям полностью. Он не пропускает ни одну линию, ни одну. Но если вдруг переливы почему-то не идут, как некоторые говорят, ко мне переливы не идут, или как сверху писала женщина, что перелив нет, переливы есть и идут каждую секунду. Просто значит, пассивных партнеров над вами много. И просто дырок сверху над вами еще много. Как только дырки над вами закроются, то перелив придет к вам в ваше свободное место, в вашу дырку в структуре. А идут они сверху вниз, слева направо. Далее вопрос. При покупке клонов будет ли возможность точечной расстановки? Клонов покупать можно точечно, но до пятого уровня включительно. В первом уровне можно будет покупать клонов, во втором, в третьем, в четвертом, в пятом. Почему так? Потому что многие, не все, конечно, но многие люди заводят своих партнеров в заблуждение, заставляют прокупать высокие уровни, придумывают какие-то чудесные истории о том, что если они не будут прокупать высокие уровни, то придет бабайка из леса с топором и их за это накажет. Или накажет кто-то другой в лице администрации. Поэтому, чтобы таких инцидентов больше не было, чтобы в заблуждение нечестные люди, честных людей не вводили, прокупка будет открыта только до пятого уровня. И до старта, и после старта. Цепочек для работы будет крайне много, цепочки будут лететь вплоть до двадцатого уровня, поэтому точечно будет, но максимум пять уровней. Может быть, конечно, в будущем и откроем чуть-чуть побольше, но пока такого, как бы, скажем, планов таких пока нет. Пока только пять уровней. Далее вопрос. Если работать в Турбо, Прогрессив можно не оплачивать. Смотрите, партнерская программа Прогрессив остается в таком режиме, в котором она есть. Вот столкнулся сегодня с заблуждением, что недобросовестные лидеры, особенно в странах СНГ некоторые, говорят с импортером, якобы Прогрессив перестает работать, якобы его отключили и так далее. Нет, Прогрессив работает в штатном режиме. И активность Прогрессив идет раз в неделю, в Турбо раз в месяц. И мы движемся и в Турбо, и в Прогрессиве. Все остается в штатном режиме, ничего не меняется. Маркетинг, поймите, маркетинг менять нельзя. Маркетинг люди должны получать в первозданном виде, в котором они его получали, когда проводили первоначальную регистрацию и активацию. Винера, спрашив, в Турбо тоже есть цепочка Давигера, в Турбо тоже есть цепочка и цепочек там будет намного больше, потому что там нету тренаров и тренары, как правило, останавливают эти цепочки, становятся преградой. А здесь цепочек будет больше и они будут эффективнее. Сергей пишет, я на 15 уровне Прогрессив зашел на старте, сейчас зашел по максимуму в Турбо, когда можно рассчитывать на Турбо-9. Сергей, высока вероятность, что те, кто заходит по максимуму, смогут дойти в Турбо в ближайшее время. Кто-то залетит туда в очередь Турбо на старте, кто-то залетит в первые дни после старта. Но, опять же, повторюсь, чем, естественно, вы ближе к очереди, тем шансов больше, но зависит все, опять же, от вас. Насколько вы активно работаете, есть ли у вас партнеры, как активно работают вышестоящие над вами. Поэтому мы придумали такую партнерскую программу, чтобы мотивировать вышестоящих. Зависит еще от того, как правильно вы умеете грамотно работать. Кто-то садится, просмотрел структуру, сделал цепочки, произвел движение, даже партнеров не пригласил, цепочками подвигался. Кто-то, например, вообще ничего не делает, ни партнеров не приглашает, ни цепочки не делает. Кто-то только партнерами двигается, кто-то только цепочками, кто-то применяет все навыки. Поэтому вариантов в развитии очень много, но то, что если вы сейчас находитесь на 15 уровне, значит высока вероятность, что вы партнер активный. И у вас есть команда. И вероятность вашего попадания в очередь достаточно велика. Светлана спрашивает, непонятно, как правильно активировать треугольник. Поясните, покупаю 4, 5, 3, 3, 2, 1 по одному месту или как? Смотрите, Светлана, треугольником это три клона в уровне. То есть хотите треугольник в первом уровне купить, покупаете три клона в первом уровне. Хотите купить треугольник во втором уровне, просто три раза покупаете три места во втором уровне. И так в каждом из пяти уровней. До 11 числа, до расстановки, начала докупать как угодно. Хотите по одному месту с первого по пятый, потом докупаете с пятого по первой, потом точечно как-то докупаете. Как угодно. До 11 числа все встанет в ровные треугольнички, кто активировался до 11 числа, и ровно по дате регистрации. Вот Надежда говорит, если я купил одно место, через некоторое время еще одно. Тот же ответ. То есть вы купили одно место, через какое-то время докупили еще одно, если это до 11 ноября сделано, то у вас все встанет на расстановке по дате регистрации. Вот как пишет BlackBoss, правильно, не забывайте, что будет еще биржа фриланса, можно приглашать людей на биржу, можно самим там будет подрабатывать. Вот допустим, я пользуюсь очень многими услугами людей, и рассылщиков, и тех, кто делает картинки, те, кто монтирует видео, когда-то сам делал, когда-то обращаюсь, то есть если у кого-то есть знания какие-то, то есть всегда можно найти будет себе заработок. Текст, вот посты иногда сам пишу, иногда мне люди пишут посты те же самые. То есть все стоит денег, любая работа, и вы сможете зарабатывать, имея собственные знания. Можно ли перезаривать ролики под свою ссылку? Да, берите ролики, какие вам нужны, хотите с официального канала не работай, хотите с моего канала не работай, вставляйте свои ссылки, пользуйтесь, берите все, что вам нужно, самое главное, чтобы вы работали. А там, что хотите, то и берите. Запись вебинара будет, скорее всего, завтра его уже опубликуют. Так, можно ли партнер из Progressive выбрать другого спонсора в Turbo? Друзья, спонсоров мы не меняем, спонсоры меняются только в крайнем случае, то есть, если произведено мошенничество, если кто-то кого-то обманул, если, поймите одно, если сейчас дать возможность менять спонсору, то тут начнется хаотичное перемещение, все побегут в поисках лучшей жизни ко всем. Не равняйтесь на спонсоров, спонсор это хорошо, надо учиться работать самостоятельно и зарабатывать самому. Вот представьте, сверху меня админский акк, это то же самое, что я приду к админу, скажу, админ, ты плохой спонсор, ты мало приглашаешь или совсем не приглашаешь. Естественно, я могу рассчитывать только на себя, я строю свою собственную команду. Так и каждый человек, чтобы становиться лидером, должен учиться полностью работать самостоятельно и строить свою структуру самостоятельно. Знания всегда дадим, чем сможем, поможем. Упывать только на спонсора это то же самое, что прийти на работу, встать за станок и вбывать на своего помощника или какого-то человека за своим станком, что он за тебя все сделает и вытачит твою деталь. Будут ли продукты на английском языке? Стараемся переводить. Вот сейчас скоро английский, киргизский, казахский язык, маркетинги все появятся, то есть какие-то маркетинги допереведены до конца, но еще их не выложили. Какие-то переводы вот на этой неделе придут, какие-то уже выложили. Возможно, вебинары будут проводиться на разных языках. Сейчас есть в этом моменте определенные наработки. Где посмотреть биржу? Сейчас биржа в разработке после старта она появится у нас в личном кабинете. Павел, сделайте, пожалуйста, видео, как можно взять ваши видео к себе на канал. Смотрите, там все просто. В Яндексе или в Гугле просто в поисковике напишите «Скачать видео с YouTube». Открывается масса приложений по скачанию видео. Вставляете туда ссылку на мое видео, нажимаете кнопочку «Скачать», и она у вас уже на компьютере. А там заново с нуля заливаете его на YouTube и все. Поэтому я не против, лишь бы вы работали, а там берите все, что хотите. Вопрос по поводу комиссии. Почему такая высокая комиссия при выводе средств на карту? Смотрите, комиссии, что на ввод, что на вывод устанавливаем не мы. Часть комиссии мы стараемся брать на себя, на свой счет. То есть, допустим, на карты СНГ нам комиссия было выставлено 7% на пополнение. Мы 2% взяли на себя, хотя нам по большому счету их платить нечего, у нас такие же заработки со своих кабинетов у членов администрации. А 5% поставили с партнеров. А вообще, должно было быть вообще 7. Первые несколько дней было 7, но из-за большого волнения среди партнеров мы часть взяли на себя. То есть, представьте, грубо говоря, со 100 тысяч пополнений в рублях 2 тысячи мы платим со своего кармана, хотя нам с этого ничего. Вот, просто чтобы облегчить партнерам работу. Комиссии выставляют банки и платежные агрегаторы. Какие они выставляют, с такими мы и работаем. Мы, конечно, пытаемся вести диалоги, чтобы комиссии были меньше, но нас особо в этом вопросе не слушают. Поэтому тут мы ничего просто не можем сделать. Пытаемся постоянно что-то новое искать, но новых агрегаторов практически не появляется. Так, Наталья спрашивает, возможно ли обгон спонсора? Да, возможен. Тамара спрашивает, если активировать в турбо, то надо продолжать в прогрессе и платить 100 рублей. Да, нужно, но они могут самостоятельно списываться с баланса. То есть, тут ничего специально делать самому не надо. Сергей, кулоны не будут тормозить движение, они наоборот будут толкать партнеров и давать кому-то выплаты. Особенно в маркетинге, где выплаты с каждого уровня, то есть, кулоны, они сразу дают какую-то пользу. То есть, представьте, у человека нет денег на балансе, кулон упал и ему выплату получил. Это же не то, что когда накопительный уровень, кулон упал и ничего не поменялось. Здесь кулоны будут играть очень-очень большой плюс. так, друзья, смотрите, я так понимаю, вопросов, наверное, уже больше нету. У нас вебинар уже и так практически два часа стал. И поэтому, я думаю, мы на сегодня закончим. Вильнур, по поводу офисов не работай, напиши отдельно, этот вопрос обсудим. Вот. Всем огромное спасибо, друзья. Надеюсь, что информация была полезная и я смог вам помочь и, так сказать, разъяснить какие-то вопросы. Всем огромное спасибо, что пришли на вебинар. Если есть какие-то вопросы, пишите в личку, спрашивайте, интересуйтесь и будем по возможности всем помогать. Поэтому стройте свои команды, получайте огромные выплаты, получайте знания, изучайте, продвигайтесь и будем вместе работать и зарабатывать. На этом у меня все, друзья. Всем пока и всего самого наилучшего.